Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет, послание к Титу, вторая глава, читаем ее с небольшими комментариями. Глава очень маленькая, в ней, в общем, нет ничего такого, чего не было бы во всех остальных посланиях. Но чем она может быть интересна? Такой краткий список срочных дел, вот как вешают на холодильник, но только для руководителя христианской общины. А ты, как и следует, проповедуй здравые учения. Людям старшего возраста подобает умеренность, степенность, благоразумие, твердая вера, любовь и терпение. Также и женщинам в возрасте благопристойное поведение без лукавства, чтобы они были рабынями вина, а лучше бы учили и наставляли молодых любить своих мужей и детей, быть благоразумными, чистыми и хозяйственными, и подчиняться собственным мужьям, чтобы никто не оскорблял Слово Божьего. Ну, да, такие общие слова, которые, наверное, каждый из нас прослушивает или прочитывает и думает, да-да-да-да-да, ну и что, мы привыкли это слушать. А давайте все-таки обратим внимание, вот что должен этот самый епископ, этот самый глава критской христианской общины им говорить. Здравые учения. В чем оно заключается? Смотрите, в следующей третьей главе будет сказано о богословских вещах. Но здесь ничего этого нету. Умеренность, степенность, благоразумие. Начинает со старшего возраста. Ну, понятно, потому что в традиционном обществе, а тогда общество было традиционным, безусловно, именно старшее поколение дает пример всем остальным, и старшие женщины наставляют молодых, что делать? Проститься, молиться, исполнять какие-то особые ритуалы, любить своих мужей и детей, быть благоразумными, чистыми и хозяйственными. То есть, грубо говоря, христианство для человека, и в данном случае для женщины, но и для мужчины тоже начинается с его дома, с его родных и близких. Если он по отношению к ним не проявляет всех этих замечательных качеств, то, в общем, непонятно, по отношению к кому он их может проявить. Вот эти пастырские послания, два к Тимофею, одно к Титу, оно как раз вот эта идея, она тут подчеркивается постоянно, что сначала семья, сначала опыт общения с теми, кого ты любишь и кто любит тебя. Если ты его имеешь, ты можешь уже выходить в какое-то более широкое пространство. И вывод из всего этого, чтобы никто не оскорблял Слово Божье, а это здесь при чем? Ну вот, если и мужчины, и женщины оказываются какими-то разнузданными, неупорядоченными, если у них нету дома, мира, если они не проявляют любви к своим детям и к супругам, соответственно, к мужьям и женам, то Слово Божье оскорбляется этим самым. То любой человек, глядя на это, скажет, ну вот они читают эти свои книжки всякие, они там рассказывают какие-то истории друг другу, а как они живут? Значит, ничего хорошего в этом слове ни для кого нету. Ну, начав со старших, дальше он переходит к молодым. Так же и молодых мужчин, призывай к благоразумию во всем, и сам будь примером в добрых делах. Учение твое пусть будет целостным, достойным и нетленным, Слово здравым и безукоризненным, чтобы противники себе на позор не могли сказать, а нас ничего дурного. Ну вот опять, да, то есть не просто вести себя хорошо, потому что надо же вести себя хорошо, Бог от нас этого ждет, но еще и потому, что другое подает повод для хулы на Бога. Причем, смотрите, если кто-то говорит, у них плохой Бог, потому что не так себя ведут, христианам очень хорошо сказать и удобно, ну это они богохульники, это они нечестивцы, а здесь совершенно не это сказано. Здесь сказано, а вы ведите себя соответственно, и тогда не будет никаких с этим проблем. Еще Тита сам, он относит к молодым, да, вот старшим он сказал выше, а тут призывай молодых, благоразумием, и сам будь примером. То есть он тоже человек достаточно молодой, дело не только в возрасте, как раз христианская община предполагает не то, что отказ от традиционного такого распределения ролей, мужчины и женщины, старика и молодого, но относительность их. То есть есть вещи, которые важнее, чем вот эти традиционные семейные ценности, какие-то культурные установки, что вот там старики сидят дома, обсуждают важные вещи, молодые там трудятся в поле и так далее. Да, это все хорошо, но это не главное. Вот Тит руководит общиной, будучи достаточно молодым человеком. Но главное, чтобы его учение было целостным, достойным и нетленным. И связано это, естественно, с поведением, пример в добрых делах. Вот не просто какие-то общие слова, но очень ясный признак, да, потому что человек, который живет по-скотски, чтобы он хорошего не говорил, ничего, он этим никому не передаст. Или человек, который, может быть, живет достойно, но при этом несет всякое количество, и такие примеры бывают, тоже явно не является каким-то удачным проповедником. Дальше очень краткая формулировка. Рабы пусть во всем повинуются своим господам, исполняя их волю без пререканий и без утайки, с настоящей верностью, и так пред всеми украсят учения нашего Спасителя Бога. Хотел бы я отредактировать иногда Новый Завет. Вот я бы выкинул про этих рабов без конца, они упоминаются, не должно быть рабов. Вот в нашем обществе человек не является собственностью другого человека, это уголовное преступление. В том обществе было иначе, и, соответственно, Новый Завет не предусматривает социальных революций, не вводит каких-то новшеств, но предлагает другие отношения. Здесь вот редкий случай, ничего не говорится о хозяевах, только о рабах. Соответственно, рабы, исполняя волю хозяев, украсят учения нашего Спасителя Бога. В каком смысле? Ну вот, раб христианин у язычника. И, по сути дела, его хозяин язычник будет воспринимать христианство как некий признак этого раба. Если этот раб будет ленив, вороват и все такое прочее, он скажет, ну, христианство это учение для бездельников и негодяев, чтобы им себя оправдать. Если он начинает служить своему господину так, как христианин служит Богу, то тем самым он обращает христианин своего господина. Но это и к нашей жизни имеет отношение, хотя у нас рабства, слава Богу, давно уже нет. Работодатель и сотрудник. Партнеры в бизнесе. Вообще люди, у которых есть какие-то взаимные обязательства. А наш мир, в отличие от древнего, где были рабы, предполагает взаимные обязательства. Работодатель платит зарплату, работник исполняет работу. Или там в бизнесе тем более. Контракт это в любом случае две стороны о чем-то договариваются. И если христианин при этом оказывается ненадежным, если он оказывается неисполнительным, то прекрасно он дает повод для другого, для того, кто может быть не христианин или христианин, только по названию, по форме сказать, да христианство это вообще религия слабаков и разгильдяев, которые не умеют сами справляться со своей чередой обязательств. Я такое мнение не раз слышал и должен сказать, что я видел много примеров того, как это действительно выглядит так. Ну вот здесь, правда, это в форме рабов выражено, но принцип общий для всех. И дальше переходит послание к богословию. Причем богословие здесь вот как продолжение или как основание даже для этих призывов. Явилась Божья благодать всем людям во спасение. Всем людям, а не только верующим. Это как? Ну вот как раз об этом и весь Новый Завет, что все человечество может войти в этот завет с Богом. А другое дело, что не все вошло. Во многом зависит от христиан, как они показывают это самое христианство. Всем людям во спасение. А научит нас отречься от нечестий, мирских желаний и жить в нынешнем веке разумно, праведно, благочестиво, с надеждой ожидая блаженного дня, когда явится во славе великий Бог и Спаситель наш Иисус Христос. Очень простой принцип. Жить в нынешнем веке. Вот всегда есть искушение жить либо в мечтах о будущем мире, когда придет Христос, либо о прошлом, славное, замечательное прошлое, когда все было правильно, с тех пор все испортилось, вот давайте мы будем подражать этому. Нет, жить сейчас, здесь, в тех условиях, которые существуют, они всегда плохие. Вот сколько человечества есть, всегда у него проблемы, всегда все не так. Но жить при этом разумно, праведно, благочестиво и с надеждой ожидая блаженного дня. Потому что можно жить в этом веке деяниями, жизнями, мыслями, целями, удовольствиями, выгодами этого века, заработать побольше денег, получить побольше всяких приятностей и все такое прочее. А можно жить с надеждой блаженного дня, когда явится Христос. То есть здесь и сейчас, но с перспективой. Вот, собственно, принцип христианской жизни. А все эти подробности, любить своих мужей, пусть твое учение будет целостным, это все практические выводы из этого основания. Сначала были выводы, потом основания. И Спаситель наш Иисус Христос, Он отдал Себя в жертву за нас, ну да, знаем, чтобы избавить от всякого беззакония, очистить и сделать своим собственным народом. А мы бы охотно творили добрые дела. Вот здесь все-таки это послание относится к числу Павловых, хотя иногда там спорят об авторстве. Вот здесь, мне кажется, он уточняет, что имеется в виду об этом спасении веры, а не делами. Ведь можно это понять так, что вера, как некая интеллектуальная такая конструкция в голове есть, или как эмоциональная, вот очень люблю Бога, прямо вот горю, она не выражается ни в чем на практике. Вера без дела мертва, как будет сказано. Не Павлом, но сказано тоже в Новом Завете, да, в послании Акова. И вот здесь как раз и проведена эта связь между верой и делами. Он сделал все, он отдал себя в жертву, чтобы избавить, очистить, сделать своим народом. То есть все сделано, но мы бы творили добрые дела охотно, не по контракту, тогда это не благодать, тогда это договор. Я исполняю работу, получаю положенную мне зарплату, да. А благодать – это дар. Вот на день рождения пришли к человеку и дали ему подарок, и ничего не требует взамен. Ну, кто пришел и дал подарок, его же хочется угостить, поблагодарить, сказать какие-то приятные слова ему. Вот добрые дела, которые человек делает, это ответ на этот дар, да, это не контракт. Но они подразумеваются, они входят в суть этих отношений, не в договорные какие-то обязательства, но в сами отношения, которые возникают в Новом Завете. Говори об этом, призывай, обличай, и пусть никто не относится к себе пренебрежительно. Ну, а здесь принципы здоровой конфронтации. В жизни часто приходится спорить. Иногда, потому что, ну, я-то прав, а они все нет, я должен это всем доказать. Иногда, потому что на меня обидели, а я хочу сказать, что я на самом деле хороший. Но здесь вот принцип, где эта конфронтация важна. Говори об этом, призывай, обличай. То есть там, где есть необходимость настоять на своем, вот именно в этом главном. А не там, где ты чувствуешь себя каким-то приниженным, обиженным, ущемленным, и очень хочешь этим со всеми поделиться. Но в третьей главе этого краткого послания пойдет уже чистое богословие. Продолжение следует...